Важная встреча. О чем говорили Петр Порошенко и Дональд Трамп и чего ожидать Украине? Всемирный день беженцев. Отчего и куда бегут вынужденные покинуть свой дом? Символ несокрушимости народного духа. Нацбанк Украины выпустил памятную монету в честь архиепископа Иосифа Слепова. Эти и другие темы далее. США поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Об этом заявил президент Украины после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Вашингтон остается приверженцем минских соглашений, а Украина и США должны требовать от России их имплементации. В особенности это касается пакета безопасности, который предполагает полное прекращение огня на Донбассе, отвод войск и вооружения и полный доступ миссии ОБСЕ на всю территорию, включая границу. Порошенко и Трамп договорились также о расширении военно-технического сотрудничества. Кроме этого, украинский лидер передал главе Белого дома письмо от родственников-заложников, незаконно находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях и в России. Дональд Трамп обещал, что Соединенные Штаты помогут вернуть их домой. Должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы огня. Полностью обеспечен доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории, включительно с границей. Мы обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны накануне визита президента Трампа в Европу. Я передал президенту Трампу письмо. Письмо от родственников-заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Я получил заверение в тех усилиях, которые приложит администрация президента США, чтобы помочь украинцам вернуть наших парней и девушек домой. Также во время переговора в Вашингтоне обсуждали вопросы сотрудничества в энергетическом секторе. На встрече с Трампом возможность закупки американского угля в Пенсильвании. О поставках сжиженного газа президент Украины говорил с министром энергетики США Рик Кампери. Петр Порошенко заявил, что Украина заинтересована в привлечении американских технологий в отечественную энергетику и поблагодарил США за помощь в укреплении энергетической безопасности Украины, а также за очень твердую позицию в поддержке нашего государства. Посмотрите, какую мощную и фантастичную поддержку мы сейчас имеем. Посмотрите, какую сильную поддержку мы имеем в США. Я сегодня прибыл с первым визитом после президентских выборов в Америке, и мы имеем фантастическую программу. Очень важно, что моя встреча в Белом доме как президента будет раньше, чем Путина, для того, чтобы все были вооружены информацией и не осталось никакого шанса на несправедливость. Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины, страны, в дела которой мы все очень сильно вовлечены. Вы это видите и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия и достигнут значительный прогресс. Тем временем США расширили санкции из-за вторжения России в Украину. Под ограничения попали еще 38 россиян и российских организаций. Среди них частная военная компания «Вагнер», солдаты, которые принимали участие в военных операциях в Крыму и Сирии, в списке и руководитель «Вагнера» Дмитрий Уткин. Также ограничения наложены на комбинат питания «Конкорд» миллиардера Евгения Пригожина. Санкционный список опубликован во вторник на сайте американского Минфина. Напомню, 15 июня Сенат США ввел ограничения против Кремля за его вмешательство в президентские выборы, а также за аннексию Крыма и поддержку режима Ассада в Сирии. В среду вступит в силу решение Евросоюза о продлении санкции в отношении аннексированного Крыма еще на год. Чего ожидать от поездки президента Украины в Соединенные Штаты и его встречи с президентом США Дональдом Трампом? Говорим сегодня с гостем нашей студии. Это профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Васильевич Горань. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Добрый день. Первая встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. Скажите, она носит символический характер или все же стоит ожидать каких-то... Она носит и символический, и содержательный характер. Во-первых, это первая встреча, но это не первый разговор между ними, потому что после избрания Трампа произошло несколько телефонных разговоров, то есть контакт был установлен, и были установлены также контакты с администрацией Трампа, с вице-президентом Пенсом и с Тилерсоном, государственным секретарем. Но встреча эта действительно имеет важное значение, потому что это не просто встреча в рамках какого-то многостороннего форума. Вот, допустим, у Путина встреча будет с Трампом в рамках многостороннего форума. Все-таки западные лидеры остерегаются, они опасаются отдельных таких встреч с Путиным, поскольку санкции против России, и они не хотят, чтобы это как-то было неправильно истолковано. Поэтому встречи в основном происходят во время многосторонних мероприятий. У Порошенко рабочий визит. Я думаю, что это имеет и символическое значение важно, потому что эта встреча происходит перед встречей Трампа-Путин, которая будет в Гамбурге на саммите Большой Двадцатки. Даже в Кремле заявили, что тот факт, что Трамп встречается первым с Порошенко, ничего не значит. Нет, ну а что они должны заявить в Кремле? Ну, понимаете, в Кремле все стараются как бы иначе подать, это понятно. Почему это важно? Это важно потому, что Порошенко может донести аргументацию до американской стороны. С Трампом, я бы сказал, это больше встреча такого, я бы сказал, мировоззренческо-просветительская для Трампа. Потому что мы понимаем, что Трамп, он не вникает, его стиль, он не вникает в детали. Тем более, скажем, в детали каких-то внешнеполитических ситуаций в отдельно взятых странах. Это не его. Он как бы воспринимает ситуацию в целом, во многом эмоционально и во многом как бы символически. То есть он скажет, кто-то bad guy, а кто-то good guy. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что очень важно, что Порошенко является хорошим коммуникатором, особенно в сфере зовничной политики. Он свободно как бы общается с западными лидерами, с другими лидерами, хорошие английские. И вот для него очень важно будет произвести соответствующее впечатление на Трампа и не заниматься какими-то так, знаете, долгими разъяснениями по поводу того, что происходит. А очень четко и очень понятно донести ситуацию, которая происходит сейчас прежде всего на востоке Украины в связи с продолжающейся российской агрессией. То есть, по-вашему, не стоит ожидать каких-то глобальных последствий для Украины? Нет, смотрите. Эта встреча, еще раз, она важна в том плане, что она как бы будет способствовать пониманию Трампом места Украины в системе европейской безопасности. В системе и, знаете, как сказал один обозреватель, насколько, почему Америка должна беспокоиться о том, что происходит в Украине. Вот Порошенко должен как бы четко, ясно пояснить, объяснить это Трампу. Кстати, что очень важно, вот накануне визита государственный секретарь Тилерсон, он сказал, что могут рассматриваться другие варианты, кроме минских соглашений. И это очень важно, потому что мы понимаем, что минские соглашения, с одной стороны, это единственный документ, который регламентирует подходы, скажем, к решению конфликта. С другой стороны, мы понимаем, что минские соглашения не работают, и они не работают прежде всего потому, что нет перемирия. То есть российская сторона продолжает стрелять. Парадокс состоит в том, что позиция России как раз, она привела к тому, что сейчас Запад более внимательно слушает аргументы Украины. Потому что ситуация ясна. Она ясна для всех, кто имеет информацию, кто понимает, что происходит. Перемирия нет, продвижения вперед в политической части нет. Поэтому, что касается других форматов, Украина была бы заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты принимали участие в переговорном процессе. Как это будет происходить? Опять же, мы не знаем. То ли это, возможно, может быть возврат к женевскому формату. Возможно, это формат Будапештского меморандума. Кстати, давайте вспомним, что и Россия гарантировала нам территориальную целостность. Мы не знаем, как это будет происходить. Но уже тот факт, что Тилерсон сказал, это было еще перед визитом, что можно искать другие возможности, это говорит о том, что мы не ограничены. Вот одним только сказать, вот только это и все. А если оно не работает? Вот не работает, значит, будут искаться какие-то другие пути. Но еще раз я хотел бы отметить, что тот факт, что сейчас происходит вот такой вот полномасштабный визит, в который вовлечено очень много высокопоставленных представителей американского руководства, очень важно для формирования, во-первых, вот этой вот общей позиции, для понимания места Украины в общем контексте и для того, чтобы Трамп получил как бы такую эмоциональную привязку. Потому что сейчас Украина для него это что-то такое как бы абстрактное. А стоит ли ожидать от Трампа ужесточения санкций, усиления давления на Россию? В Конгрессе действительно мы видим нарастание жесткого подхода в отношении, да, и тот факт, что Сенат принял сейчас закон о ужесточении санкций против России. Ну, это опять же, это не окончательно, потому что это должно подтвердить, должна подтвердить палата представителей Конгресса, а потом должен подписать Трамп. Но общее ужесточение позиции, оно произошло еще раз, то есть действие рождает противодействие. Именно вот поведение, поведение Кремля, оно привело к тому, что на Западе стали более жестко относиться к России и лучше воспринимать, лучше понимать аргументы Украины. Еще одна тема это предоставление летального оружия. Голова Верховной Рады Поруби считает, что США могут наконец-то предоставить нам. Могут, а могут и нет. И как это актуально на сегодня? Смотрите, значит, для Украины, конечно, это было бы важно, и опять же, тут есть и символический аспект, и аспект чисто военный. То есть, условно говоря, американские дживелины, противотанковое оружие, очень эффективное, оно страхует Украину от возможности повторения того, что происходило, скажем, под Иловайском, да, когда пошли российские танки. Поэтому это было бы важно. Но произойдет ли это? Вы знаете, опять же, я думаю, очень много зависит от позиции России. То есть, если Путин себя будет показывать, действовать провокационно, если он будет показывать, что он недоговороспособен, то тогда, возможно, да. В проекте бюджета США на 2018 год предусмотрено значительное сокращение помощи Украине. Но давайте не вырывать из контекста. Происходит сокращение помощи вообще. Это вообще общие объемы иностранной помощи, так? Это в частности по программе, в том числе USAID. То есть, это связано с общим подходом Трампа, да? То есть, Трамп сокращает финансирование внешних программ помощи. Сокращается финансирование и, кстати, американских учреждений, да, которые занимаются программами внешней помощи. Поэтому Украина тут, как бы, это не отражает подход к Украине. Это общеамериканский подход. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время. У нас в студии был профессор кафедры политологии Киево-Могилианской академии Алексей Васильевич Гарань. Наш выпуск продолжается. Восемь раз боевики открывали огонь по силам АТО с начала суток. На Мариупольском направлении оккупанты применили противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Под вражеский обстрел попали украинские защитники в Павлополе, Новомихайловке, Марьинке и Толоковке. На Луганском направлении боевики вели огонь по Новоалександровке из крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки. Сегодня обстановка в районе проведения АТО относительно стабилизировалась по сравнению с предыдущими днями. Не зафиксировано ни одного факта использования боевиками, запрещенного Минскими соглашениями артиллерийского вооружения. В результате боевых действий ни один украинский защитник сегодня не пострадал. Очередное нападение на наблюдателей ОБСЕ. Его совершили вооруженные боевики, так называемый ДНР, сообщают на странице миссии в Твиттере. Детали инцидента обещают раскрыть в ближайшем оперативном отчете. Напомню, в последнее время участились нападения на патрули спецмиссии. В конце апреля в Луганской области подорвался автомобиль наблюдателей. Тогда погиб сотрудник миссии, гражданин США. Ранение получила гражданка Германии. Противодействие российской информагрессии предлагает обсудить глава СБУ. Василий Грицак пригласил к диалогу и сотрудничеству в сфере обеспечения нацбезопасности Украины экспертов, юристов, журналистов и общественных активистов. Сообщили в пресс-центре службы безопасности. Отмечается, что конечной целью является совершенствование законодательства Украины. Также закрепление ответственности физических и юридических лиц за участие в информационной агрессии в интересах России. Свои предложения относительно действий, представляющих угрозу национальным интересам и требующим правового реагирования, каждый может оставить на специальной странице в Фейсбуке или отправить на электронную почту платформа ЗминСБУ собака gmail.com. Окупационная власть Крыма позволила Ахтему Чайгозу увидеться с умирающей матерью в Бахчисарае. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Встреча длилась всего 10 минут. Ранее крымские судьи категорически отказали Ахтему Чайгозу в просьбе попрощаться с матерью и предложили Алие Чайгоз самой ехать к сыну в СИЗО. Напомню, замглавы Меджлиса уже около двух с половиной лет находится в следственном изоляторе и его обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Тогда под стенами крымского парламента прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Мама Ахтема родилась в 1941 году. В три года ее, как всех крымских татар, Сталин выслал из Крыма. Она выжила, родила и воспитала четверых детей. Сейчас ей 76, она умирает. А ее сын более двух лет находится за решеткой. Вы чувствуете сходство между Сталиным и Путиным? Украина и весь мир отмечают Международный день беженцев. Чаще всего бросить свои дома людей вынуждает война. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов эмигрантов и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. Наша страна не стала исключением. О проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, больше знает Маргарита Статюк. Минометные обстрелы на завтрак и репрессии против инакомыслящих на обед и ужин. Российские наемники на Донбассе и зеленые человечки в Крыму сделали жизнь живущих там невыносимой. С 2014-го почти 2 миллиона людей были вынуждены начать с чистого листа на материковой части Украины. Украина отказалась создавать лагеря для переселенцев. Украина достаточно быстро приняла необходимое законодательство о внутренне перемещенных лицах и создала специальное министерство. То есть, ваша страна сделала и делает много для этих людей. Но все равно для того, чтобы они почувствовали себя полноценными членами общества, нужно еще очень много сделать. Одна из основных проблем – отсутствие жилья, говорит Георгий Тука. Чтобы обеспечить полмиллиона семей домами, нужно минимум 5 миллиардов долларов. В бюджете, пока таких денег нет, часть суммы готов предоставить немецкий банк. Этот немецкий банк будет работать в двух направлениях. Первое – строительство социального жилья для внутренне перемещенных украинцев. И второе – финансовая помощь для погашения процентов по ипотеке. То есть, по тем кредитам, которые будут брать переселенцы для строительства жилья. Вторая масштабная проблема – отсутствие работы. Большинство внутренне перемещенных лиц всю жизнь проработали на крупных промышленных предприятиях. По специальности трудоустроиться не могут. Социальные службы предлагают переквалифицироваться. Однако не все пользуются такой возможностью. А открыть свой бизнес не хватает средств. Мы начинаем сотрудничество с некоторыми организациями по трудоустройству наших переселенцев за границей. К сожалению, потому что эти люди будут работать не в Украине. К счастью, потому что эти люди будут работать. Закомандательная база также нуждается в дополнении. Например, все еще нет закона, который бы позволял переселенцам голосовать на общенациональных и местных выборах. В отличие от других граждан Украины, внутренне перемещенные лица не могут голосовать на общенациональных и местных выборах. Закон, который это исправит, сейчас находится в комитетах на рассмотрении. Процесс нужно ускорить. В своей очереди в комитетах ждут еще четыре законодательные инициативы. Документы не вернут внутренне перемещенным украинцам их утраченные дома, говорят эксперты. Но существенно упростят повседневную жизнь. Маргарита Стыцюк, Игорь Каркадым, UATV. Место под солнцем. Под таким лозунгом в Киеве открылась фотовыставка, приуроченная к Всемирному дню беженцев. На снимках люди, вынужденные оставить свою родину и сумевшие начать новую жизнь в Украине. Шаг за шагом, изучая законы, язык, традиция, бросить свой дом, своих родных под силу не каждому. И даже после всех испытаний эти люди искренне улыбаются. В Украине Ричард уже шесть лет. Сбежал сюда из Конго. На родине молодого журналиста преследовали за смелые статьи, критикующие политику режима. Из-за них он попал в тюрьму. Выбраться помогли родные. После этого Ричард был вынужден искать убежище на чужой земле. Я не выбирал Украину. Я не знал. Это не было запланировано мной заранее. Просто сразу привезли сюда. Освоиться в Украине Ричарду помогла случайная знакомая, знающая английский. Украинский парень выучил в Ивано-Франковске с репетитором. А сейчас сам учит людей французскому. Говорит, работу в Украине найти можно. Главное иметь документы и справку о статусе беженца. Оформить бумаги помогают волонтеры. Мы предоставляем юридическую помощь. Занимаемся адвокацией. Мониторим нарушения прав человека. И предоставляем материальную и интеграционную помощь для всех категорий. Беженцев из Конго в Украине много, говорит Ричард. Новый дом в нашей стране находят люди из других стран. Больше всего 25% граждан Афганистана. На втором и третьем местах – сирийцы и россияне. На сегодняшний день около 65,5 миллионов людей являются принудительно переселёнными во всём мире. И эта цифра должна заставить нас задуматься. Это примерно 34 тысячи людей, оставляющих свой дом ежедневно в поисках безопасности. Чтобы привлечь общественность к такой глобальной проблеме, с 2001 года вся планета отмечает Международный день беженцев. Анна Колесникова, Ярослав Матиш, ЮАИ-ТВ. Европейский суд по правам человека признал российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей дискриминационным. Решение принято по жалобе трёх россиян. Они являются геоактивистами и протестовали против политики Кремля в отношении движения ЛГБТ. Их задержали и приговорили к административному наказанию за проведение демонстрации с баннерами. Попытки обжаловать приговор в судах РФ не дали успеха, после чего активисты обратились в Страсбург. ЕСПЧ признал нарушение России статьи о свободе выражения взгляда в Европейской конвенции по правам человека, а также статьи о запрете дискриминации. Власть Кремля усиливает стигматизацию и поощряет гомофобию. А это несовместимо с ценностями демократического общества, говорится в решении суда. Россию обязали выплатить заявителям более 49 тысяч евро. Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Максима Полякова и Борислава Разенблата. Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Он отметил, что дело касается схемы, с помощью которой хотели легализовать добычу янтаря под видом рекультивации земель Гослесагентства. За то, чтобы протянуть соответствующий законопроект в парламенте и повлиять на нужных чиновников, Разенблат и Поляков в общей сложности получили 300 тысяч долларов. Общая сумма полученных средств составляет более 300 тысяч долларов. В частности, 200 тысяч долларов нардеп получил за влияние на ряд должностных лиц государственных органов для рекультивации земель. Предполагалось, что для этого прокуратура Житомирской области должна была отсудить земельные участки. На сегодняшний день объявлено о подозрении шести лицам. Я надеюсь на оперативную реакцию к Генеральному прокурору Украины, поскольку вскоре парламент уйдет на каникулы. Собранных доказательств достаточно для положительного решения представления. Также ГПУ подготовила представление о снятии неприкосновенности с Олеся Довгова. Депутат проходит по делу о незаконном выделении земельных участков столицы на территории заповедника Жуков-Остров. Тем временем Газпром заплатит в госбюджет Украины более трех миллионов долларов. Такую сумму с российского газового монополиста взыскала государственная исполнительная служба. Данные активы были обнаружены на территории нашей страны, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. Кроме этого, Минюст наложил арест на акции Газпрома в компании «Газтранс» с номинальной стоимостью почти 2 миллиона долларов. Петренко напомнил, что по инициативе антимонопольного комитета хозяйственный суд обязал Газпром выплатить 6 миллиардов долларов штрафа за злоупотребление монопольным положением на территории Украины. По словам министра, продолжаются поиски и других активов. Исчерпав все национальные инструменты розыска активов на территории Украины, мы будем использовать международную правовую помощь. Минюст обратится к другим государствам, с которыми имеются договора о правовой помощи, с просьбой о выполнении решения суда по этой кампании. Украина имеет 27 договоров о правовой помощи с другими странами, в том числе и со странами ЕС. Энергоэффективность – один из главных элементов энергетической стратегии Украины. Десятки городов страны уже объединились, чтобы с помощью новых технологий и изменения философии потребления уменьшить использование ресурсов. Помогают внедрять в новшества европейские партнеры. В Славутиче, одном из самых экономных городов Украины, побывала и Юлия Кричкова. Уменьшить зависимость от энергоресурсов, сократить выбросы углекислого газа, чтобы сохранить деньги украинцев и климат на земле. Еще 30 глав городов и сел Украины присоединились к проекту соглашения мэров и взяли на себя обязательства развивать энергоэффективные технологии на местах. Теперь больше 170 населенных пунктов страны участвуют в этой программе Евросоюза. Украина сейчас входит в список европейских стран, которые расходуют больше всего энергоресурсов на душу населения. Зря тратятся ресурсы, которые можно было бы вложить в развитие страны. Энергоэффективность очень важна для Украины. Она может обеспечить ее энергетическую независимость и безопасность. Поэтому Евросоюз готов помочь в реализации соответствующих проектов на местах. Одним из первых подписал соглашение мэров самый молодой город Украины – Славутич. Энергоэффективные технологии здесь начали внедрять еще в 2009 году. Экономят тепло и электричество в школах, детских садах и других учреждениях. А еще воспитывают бережное отношение к энергии с малых лет. Мы учим наших детей, а они учат взрослых, как расходовать энергию. Когда ребенок приходит домой и спрашивает у родителей, почему у нас светит не энергосберегающая лампочка, у родителей возникает вопрос к самим себе. Мы формируем новое общество. Мы формируем новую страну, которая равняется на европейские и мировые стандарты. Проект соглашения мэров инициировали в Европе в 2008. Сейчас он объединяет более 7 тысяч городов, в которых живут 210 миллионов человек. Церемонию подписания в Славутичи провели в рамках Европейской недели устойчивой энергии. В этом году в ней участвуют почти 50 украинских городов. Юлия Крючкова, Тимофей Сорокин, Юэй Ти Ви. Не салом единым, не спеша, но уверена, Украина становится мировым конкурентом на рынке деликатесов. Сегодня мы расскажем о так называемом морском золоте черной икре. Украинским продуктом уже заинтересовались в Европе. Более того, наши аквафермеры могут подарить миру вкусовую новинку. Правда, для этого придется побороться с природой. Подробнее расскажет и покажет любовь задорожная. Черная икра – удовольствие не из дешевых. 100-граммовая баночка может стоить до сотни долларов. Это связано с инвестициями, которые приходится вкладывать в бизнес, а также со сроками. Ведь чтобы дождаться первого нереста, должно пройти около 13 лет. Металлические трубы, в которых внутри воздух, они плавучие. И между ними находятся вот такие вот отверстия, в которые мы вешаем изделие, пошитые садки. И рыба живет, в принципе, в природных условиях. Единственное, что мы ограничиваем ее ореол обитания. Икорный предприниматель Антон показывает свою акваферму под Киевом. Мастерлядь и Осетр живут в Днепре, в резервуарах глубиной около трех метров. Фермер закупает рыбу регулярно, говорит, чтобы обновлять кровь. И она уже начинает давать плоды. Ведь до этого почти семь лет ушло на инвестиции. Это очень длинный бизнес, очень дорогой. Приходится постоянно экономить на себе, и все в рыбу. Рынок черной икры для Украины все еще в новинку. Так что государственной поддержки пока не хватает. Сам Антон учился тонкостям в Польше. Работал там, чтобы перенять опыт. Очень хотелось бы, чтобы у нас в рыбной сфере были такие же движения, как в Польше. Я был на многих фермах. И вот приезжаешь на ферму, и прямо висит такой щит на въезде. Написано, ферма построена на 70% за деньги Евросоюза. Это очень здорово. У нас, к сожалению, ничего подобного нет. Главные ежедневные затраты – это корм. Здесь его производят сами. Покупаем тюльку в Одессе. Эту тюльку – мороженые брикеты. Эту тюльку перерабатываем в рыбную муку. Покупаем витамины, покупаем злаки, нашу украинскую кукурузу, сою. Ну, все у фермеров. Такие гранулы собственного производства стоят вдвое дешевле, чем покупные. К тому же, качественнее. Никаких там типа консервантов или схожих под действием веществ, потому что у нас под боком вот этот наш мини-цех. Нам нужно, допустим, там на следующую неделю тонна корма. Мы быстренько шух-шух-шух сделали и сразу скормили. То есть на месте оно не стоит. Предприимчивые украинцы стремятся не просто занять нишу на мировом рынке деликатесов, но и представить на нем новинку. Может, знаете карпы кои? С очень ярким окрасом. А мы хотим вывезти стерлядь кои. Будет новинка-эксклюзив. Ну и это еще не все. Не секрет. Самой дорогой в мире считается золотая икра, так называемая пища шейхов. Продукт стерляди альбиноса. 100 грамм оцениваются примерно в 2500 долларов. Встречается редко. В природных условиях стерлядь альбинос не выживает. Из-за белого цвета хищники съедают ее в первую очередь. Но в индустриальных условиях можно вывезти полноценную стерлядь альбинос. Этим ребята и занимаются. С природой, конечно, приходится побороться. Ведь альбинос – генетическая аномалия. И вывезти ее специально – та еще задача. Зато продукт обещает быть весьма востребованным на рынке. Деликатесом украинского производства уже заинтересовались во Франции. Ведь качество продукта высокое, а стоимость в два раза дешевле привычной для европейцев. Для продажи в ЕС пришлось потратиться на цех, соответствующий евростандартам. Несколько степеней очистки воды и воздуха, специальные умывальники, методы дезинфекции, особая круговая планировка помещения. В принципе, довольно простые банальные вещи и логичные. Но когда это все надо вместе купить и сделать, получается, как для украинского производителя, у которого нету там какого-то суперкапитала, очень было непросто. Во сколько обошлось? 380 тысяч долларов. Без дотаций сумма для украинского бизнеса почти неподъемная. В то же время эти расходы открывают новые пути доходов. У нас есть предварительная договоренность с работой, о работе с европейской сетью. Для примера, если я тут продаю, допустим, в год 300 килограмм, они говорят, что с 600 килограмм в год можно начинать. Теперь дело за малой бюрократической процедурой. Дождаться печати сертификации от Брюсселя. Тем более немецкие эксперты уже постановили, цех Антона один из лучших. Так что вскоре качественный украинский продукт смогут оценить европейцы. Любовь Задорожная, Владислав Посудевский, UATV. И памятную монету в честь религиозного и общественного деятеля Иосифа Слепого выпустил Национальный банк Украины. Ее выход приурочили к 125-летию со дня рождения Верховного архиепископа. Новую монету увидела и Юлия Крючкова. Молитесь, работайте и боритесь за сохранение христианской души каждого человека украинского рода и за весь украинский народ. Это слова из завещания Иосифа Слепого, отчеканенной на реверсе памятной монеты. Он 18 лет провел в советских лагерях за преданность Богу и Украине. Его многострадальную жизнь папа римский Иоанн Павел II сравнивал с христовыми муками. Но он выстоял и возглавил украинскую греко-католическую церковь. Выстоять и за полярным кругом, и в мордовских лагерях, и в Караганде, и на Камчатке, когда рядом постоянно находятся уголовники, и пронести с собой по жизни веру в христианский украинский народ. Достойный почитания. В серии выдающейся личности Украины уже больше 130 монет. Теперь личность Иосифа Слепого заняла почетное место возле других великих религиозных деятелей. Митрополитов Андрея Шептицкого и Василия Липкиевского. Эта серия презентует цвет и идентификационный код нашей нации. В ней представлены и выпускаются монеты с изображением писателей и поэтов, ученых и философов, творцов и общественных деятелей. Номинал монеты с портретом Иосифа Слепого – 2 гривни. Она вышла тиражом 35 тысяч штук. Изготовлена из сплава недрагоценных металлов, не из зильбера. Юлия Крючкова, Владислав Посудевский, UATV. Каким был вторник в Украине? Всю информацию можно найти на Фейсбуке и Ютьюбе. Берегите себя и думайте только хорошим. До встречи.